Мы своими атаками на ИГИЛ, мы перекрыли опять же кормушку, опять деньги Турции, которые от торговли с этой нефтью, они покупали что-то там вдвадешево у этого ИГИЛа нефть, у них там прозрачные границы, у Турции с ИГИЛом, и кто не хочет, проходи, пожалуйста. Вот сейчас они в Египте что-то проморгали, и у нас трагедия. Они и в Турции могут то же самое, они пропустили этих, и ребята те добрались до наших самолетов, до гражданских, тут надо что-то думать, и вот был запрет на то, что летать из Египты, и то же самое с Турцией. Мы сейчас в Египте произошло это, и стали говорить о том, что ребята, давайте-ка вот там на Кипр, в Турцию, да? На Кипр, пожалуйста, а в Турцию не надо. Не надо, надо опять отстаивать свои интересы, надо, если у них вместо головы и совести кошелек, надо бить по кошельку, тогда может быть какая-то совесть не совесть, но страх человеческий в них проснется. Только так, везде и всюду, видите, как жестко, как жестко устроен мир сегодняшний со всех сторон, мы же не просто Турция, а по последним нашим, ну как бы понятиям, это дружеская страна-то, да? Мы там за провод, что-то такое, так сказать, вообще чуть ли не братья, уже чуть ли не объятия начались, и вот тяна, опять, значит. А что у них своя какая-то корысть? И опять, наверное, коррупция, потому что вот нефтью, оказывается, занимается чуть ли там один из сыновей вроде президента. Ну не важно, кто-то там наверху моет руки. А чем он моет? Он моет кровью наших, так сказать, людей.